здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 60 уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке у нас очередной виджет подсказок но уже с другими интересными эффектами и так у нас имеется вот такие круги в этом случае круги не но не нужно добавлять сторонники картинки это уже у нас все прописано в коде меняется цвет при наведении круга и спать такая под ложечка где можно все сменить цвет размер подложки иконку размер иконки цвет иконки анимацию иконки текст иконки шрифт для текста до подсказки и так далее в самом виде имеется три вариации во второй вариации можно просто написать какой-то текст и внедрить его ваши например какое-то предложение или или в целый огромный какой-то текст и я просто назвал его на виде мышь что было понятно здесь есть возможность загружать свои картиночки вы видите иконка там своя и третий эффект уже такой попроще ну иконочку я просто большого размера сделал здесь ее можно сделать меньше давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета и так вот я раскрыл виджет и вы видите здесь есть три варианта давайте начнем с первого перетаскиваем на холст я его подниму пока на самый верх чтобы вы видели все настройки первый фонд то есть шрифт для текста который вы напишите здесь а здесь у нас текст подсказки напишу просто дэм соответственно размер этого текста контролируется выше фон сайт поставлю 20 побольше текст color это цвет для вот этого текста выбирайте цвет все зависимости от того какая будет подложка у вас то есть вот ниже у нас идет такой розы цвет давайте по умолчанию сначала мы посмотрим как он выглядит изначально так вы будете лучше понимать какой цвет и какая настройка за что отвечает вот изначально видите пульсирующий круг он розовый при наведении розовая подложка белая иконка белый текст при наведении круг становится белый соответственно вот это color это у нас цвет подложки я меняю на свой текст color получается делать темным вот это у нас это размер данной подложки можно сделать побольше или поменьше а вот этот цвет розовый это уже цвет самого пульсирующего круга делаю также с вами цветом и при наведении он пускай будет того же цвета но потемней дальше здесь вы вставляете в это поле ссылку на какой-то свой сайт ссылка будет прописываться на круг дальше вот эти все настройки этой настройки относящиеся к иконке давайте посмотрим если я навожу мышь видно там у нас тут белая такая стрелочка иконочка здесь я вам покажу как брать иконку здесь устроен немножко по-другому иконочка берется по-другому здесь значит здесь идет версия иконок я не трогаю вообще это поле смотрите цвет иконки у нас белый до подложку у нас светлая поэтому делаем иконку темный здесь надо прописать имя иконки который вам нужно давайте сразу это сделаем наш мы кликаем вот по этого по этой строчке текста нас перебрасывает на уже знакомый сервис где мы выбираем нужную для нас иконку например я выберу вот этот вот колокольчик я внутрь захожу и нам нужно копировать не все вот это как раньше мы копировали а только название иконки вот так копируем идем на строчки и вот здесь меняем название иконки на свою здесь мне нравится как устроена удобно не надо прописывать никакого больше кода если мы хотим увеличить иконку ниже состояние normal и вот это 2x 3x это все идет у нас увеличение иконки то есть она становится 5x большая совсем вот я возьму 3x посмотрим вот эти чекбоксы это у нас анимация вот например поставим вот здесь и посмотрим разницу переходим в браузер наводим мышь вот анимация это позволяет постоянно циклично крутится иконочки и вы видите иконочка достаточно большая я галочку сниму также вы можете поэкспериментировать посмотреть что вот за эти чекбоксы что это такое дальше икон ротейт это поворот здесь вот вам не видно списке но вы посмотрите без меня можно повернуть на 90 на 180 на 270 градусов то есть это не анимация она сразу будет повернута настолько насколько вам нужно и и последний здесь опция это флип горизонтал и вертикал то есть повернуть иконку по горизонтали или по вертикали развернуть если это нужно вот и все настройки и еще один момент если вы на одной странице вы не сможете использовать одновременно два или три варианта то есть имеется ввиду tooltips то есть подсказка номер один вы ее продублирует на странице можете сколько угодно но вот именно второй вариант с первым на странице на одной не работают также и 3 например со вторым и так далее то есть на каждой странице по одному варианту вот это вот элемента виджета но соответственно дубликат то есть вот так вот и изменить во втором дубликате все на свое можно сколько угодно поэтому я вот этот вариант я удаляю я вам его объяснил и давайте перетянем на холст tooltips номер два по нему на самый верх здесь многое вам знакомо значит смотрите первый это тоже фонд шрифт для текста который напишите здесь все то же самое фон сайт размер шрифта tooltips здесь еще новый поле добавили padding это внутренний отступ текста то есть ну просто поиграть и посмотрите возможно это или слева или с верхнего от верхнего края в общем это отступ внутри подложки всплывающий на tooltips текст о леген но это выравнивание текста в подложке по левому сторону центр по правому сторону и вот еще один из какой-то вариант дальше бэкграунд tooltips это у нас то есть заливка всплывающей подсказочки я возьму свой цвет текст соответственно подложки берут темный и вот здесь видите ссылкам мы можем добавить свое изображение я загружаю свое изображение дальше фон сайт вот эти вот hover here это все как бы относится к тексту который виден изначально сейчас вы поймете о чем речь я вот здесь возьму шрифт сделаю побольше здесь напишу наведи чтобы лучше понимали текст tooltips color здесь делаем желтый то есть смотрите так я его желтым не сделал беру делаю желтый то есть вот этот текст вы можете его разместить в любое предложение видите просто внедрить его и он будет подсказкой давайте посмотрим как работает вот вы видите на вожу мышь и слой подсказкой текст тут видите белый надо менять цвет на другой его здесь не видно эффект то есть появление можете выбрать какой-то эффект всплывающего окна и дальше вот этот весь блок и часть тут вам не влезает в экран я его сейчас вам не рассказываю потому что это аналогичные абсолютно настройки настройки иконки которую мы с вами только что проходили в первой части виджета единственно здесь есть такая вот такой вот чекбокс hide icon то есть если мы поставить галочку рядом с текстом изначальной иконка скроется если ее не нужно отображать то есть вот видите только текст остался иконки слева больше нет то есть а в остальном вам домашнее задание для повторения материала пройдитесь еще раз изучите настройки иконки и так давайте рассмотрим теперь еще и третий вариант этот я удаляю и перетягиваем третью часть виджета здесь чуть поменьше настроечек но уже вам до боли знакомы первое опять же выбрать шрифт размер шрифта и сам текст для подсказки ну то же самое все background tooltips color цвет меняем на свой заливка до текст на этой заливке какого цвета ну и соответственно вот эти все настройки это все связано с иконкой то есть аналогично абсолютно настройки как во второй части виджета здесь уже смотрите без меня то есть вот иконочку сразу можете поменять цвет и давайте быстренько посмотрим в браузере в принципе здесь уже все вам должно быть понятно вот эта иконочка да его сплывает текст размер текста вы можете увеличить сами на этом здесь все очень классный виджет подсказок хотя мы уже подобные проходили но здесь другие эффекты и он тоже очень интересен на этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке а а